Врата отрешенности В предыдущей части этой книги об отчете человека перед собой и отрешенность от мира была темой одного из видов этого отчета. Еще необходимо им поговорить вслед за этим о разных видах отрешенности, о том, что стоит и в чем состоит обязанность для людей Торы, для других людей. Новая тема, совершенно новая тема. Тема называется отрешенность. Перевод на русский язык. Это что-то звучит так, знаете, это... Хотя и на бритве тоже пришут. То же самое, тоже коннотации, отрешенность. Нам она не светит, особенно. Отрешенность. Есть какие-то люди там отрешенные, где-то живут. Мы слышали про них. Такое существует. По-видимому, нужно разобраться. Есть... Мы уже научены опытом, что Робейну Бахи раскрывает нам новое. То, что мы думали. Это было одно. Но учим его наставление. Раскрывается другая картина. Давайте тут посмотрим, что может это нам помочь, раскрыть, как это к нам относится. Так он говорит по поводу смысла отрешенности. Что за отрешенность? В чем речь идет? В самом простом смысле этого слова отрешенность означает возведение преграды перед возделением и воздержание от предмета, от которого отделяются. При условии, что человек способен воспользоваться им и иметь к нему доступ. Но существует причина, заставляющая его воздерживаться. И об этом говорят так. Отрешающим себя, то есть называется тот, кто был способен сделать что-либо, но оставил это. Речь идет о том, что человек вообще не может это сделать. Шлепой увидеть. А вот зрячий мог видеть, но не посмотрел. Глухой. Прикажите ему, или он захочет не слышать. Он глух, не может слышать. Но если он слышит, то не все нужно слушать. То же самое с языком, не все нужно говорить. То есть, когда речь идет о том, что когда человек имеет возможность это сделать и воздерживается, это называется простой смысл слова отрешенность. Видите, это не совсем то, что мы сразу полагали, а на самом деле это что-то уже касается и нас тоже. Сейчас мы его посмотрим. Другим языком называется действие вопреки своему инстинктивному желанию. Что-то сильно хочется. Но где-то мы понимаем, что это не принесет нам пользу. Нужно преодолеть себе. То есть, умение делать, умение поступить вопреки этому своему желанию, он называет отрешенностью. Снова, он называет это возведение преграды перевожделением. Человеку вожделение, ему надо преграду сделать. Причина, которая обославливает возведение преграды перед вожделением, разделяется на две части. Всегда, видите, он все ставит, расставляется на свои места. Первая относится к человеку и многим видам животных, а вторая к людям, принадлежащим к миру Торы. То есть, он разделяет на две виды, два вида отрешенности. Есть отрешенность общая, это относится ко всем людям в мире, то, что должно быть ясно и понятно здравому смыслу любого человека. И есть отрешенность, более специфическая, которая указана в Торе, и ее должны соблюдать те, кто живет согласно Торе. Он, как всегда, видите, сначала обращается к здравому смыслу, и он обращается к разбору общей отрешенности. Что это значит? Это любой человек должен понять, дойти до его сердца. Отрешенность общая – это ограничения, которые люди накладывают на себя ради пользы. Верно? Вот вам, как точно. Видите? Ограничения, которые люди накладывают на себя ради пользы. Какой? Телесный. Упорядочение своих материальных дел. Ну, кто не хочет взять на себя эти ограничения? Сколько споров есть по поводу бюджета в семье? Хочется и этого, и этого, и этого, и этого. Вы можете, конечно, себе за один месяц израсходовать доход годовой. Но, по-видимому, это только приведет к долгам, к проблемам. Значит, надо себя ограничить. То есть, получается, что ограничение, вопреки своей воле, с желанием приобретательства, это вещь хорошая. И ее называют как отрешенность. Да, таким страшным словом. Сейчас мы дальше поймем, почему именно такое слово употребляется. Просто ограничение. Ограничить себя. Приводит он примеры. Совершенно ясные, очевидные. Царь издает законы в своей стране. Верно. Если бы не было законов, как сейчас, государство устанавливает законы. Люди просто то ли съели бы друг друга, то ли бились, передрались, то ли перевезли. Никакого порядка между людьми не было. Надо их ограничить. Для их же пользы. Телесные. Для социальных отношений. Врач дает указания здоровым и больным. Здоровым, чтобы не стать больными. А больным, ну, чтобы выздороветь, значит, нельзя есть эту пищу, или эту надо есть, вот, холодную, эту, теплую. В это время, в другое время. Это все ограничение. Диета. Всякий разумный человек ограничивает свое вожделение в виде питье, в отношениях с женщинами, в одежде, в разговоре, в прочих своих делах и разных форм наслаждения. Видите? Это инстинктивно находится. В наше особенное время, когда все есть, все дозволено, мы меньше это чувствуем, и тем не менее, там внутри как-то интуитивно понимаем, что не нужно там все хотеть, не надо к этому стремиться, все покупать. Мы ограничиваем самих себя. По-видимому, это ясно-очевидная вещь. Это он называет отрешенность общая. То есть, в принципе, это мы не находим тут отрешенности в какой-то форме понимания этого слова, которое мы вкладываем. А имеется в виду ограничение, контроль над самим собой. потребность людей в отрешенности общей вытекает из следующего. Так он объясняет. Он говорит так. Ведь замысел Творца состоял в том, чтобы возложить на человека бремя служения и подвергнуть его испытаниям в этом мире. Так, чтобы этим очистить его и сделать подобным святым ангелам. Человек начинает, как диклеосленок, а должен закончить ангелам. При помощи чего это произойдет? Испытания. Чем больше испытаний он пройдет, тем больше очистится, тем больше его часть животная, она станет более ангельским. Значит, получается, что мудрость Творца нашла необходимое испытание душу в то время, когда она пребывает в материальном теле, растущем, увеличивающем себя при приеме подходящей для нее пищи. И Творец был славянный, внедрил в человеческую душу силу, обуславляющую влечение к еде, приготовленную для человека в этом мире, чтобы дать ему в нем существование и здоровье в течение всего времени, пока душа пребывает вместе с его телом. И еще одну силу внедрил Творец в человека, вожделение к интимной связи. Цель которой в том, чтобы осталась после человека замена ему в этом мире, и дорвал Творец влословянный человеку в награду за все это наслаждение. И сделал ответственно все это особое побуждение, чтобы оно направляло человека на поиски еды, питья, возможности и истоития всех наслаждений и покоя всего нужного человеческому телу. До сих пор должно быть все ясно, все это мы учили, а главное, каждый из нас это ощущает. Есть у нас два корня основных, которые сидят крепко-крепко в нашей животной душе. Оба связаны с так называемой древом жизни. Жить хочется. Один называется инстинкт самосохранения, а другой называется инстинкт продолжения рода. И непонятно, кстати говоря, какой из них сильнее. Что тоже интересная загадка, потому что есть самцы, готовые дать жизнь для того, чтобы выиграть, я знаю, благодаря расположенности самки. То, что связано с самосохранением, должно обязать человека питаться, еда, покушать. Он должен, естественно, свое тело держать в определенных условиях, чтобы не принести вред своему телу. Поэтому он перечисляет, говорит о том, что это все вещи необходимы. Более того, кто это дал? Это дал сам Творец, вложил в человека аппетит, желание покушать, отдохнуть, спать, расслабиться, подготовить себя, я знаю, к рабочему дню. Другая, дополнительная, как мы сказали, еще один корень, который каждый из нас чувствует, из-за того, как он здоров, это стремление к противоположному роду. Что за этим стоит? То, что человек в этот момент, естественно, не думает, как он и думает в момент, когда он ест, что это великое дело продолжения своей жизни. Я голодный, не до ваших философий. Точно так же и тут, видит кусок тела, тоже мне не до продолжения рода. А давай, чтоб думали о продолжении рода бы. Так, а род был бы другой, нормальный был, а недумаемый. Видите, дети получаются. Это не должно быть связано с человеком. Эти две вещи, желание, продолжение жизни, разбивается на две, жизнь своей. Плюс жизнь, которая должна продолжаться. Продолжение рода – это вечность своей жизни. Что-то такое, что тяжело в дарвинской теории это объяснить. Чего вдруг молекулы захотели продолжить свое существование. Причем совершенно непонятным образом, как-то так, с такой настойчивостью. Две силы, которые они есть. И к ним надо относиться как к естественной частью человеческого существования. Одно – потребность к идее, второе – потребность продолжения рода. Но когда это побуждение у человека берет верх над его разумом, и душа его и стремится за ним, оно склоняет человека к таким вещам, которые приводят его к утере смысла жизни и разрушению тела, и тогда он нуждается в самоограничении, вещах, доставляющих ему наслаждение и комфорт, для того, чтобы вступить им, и диктуем им разумом на средний путь, соответствующий здоровым, боючим этого мира. Что он говорит? До этого вы заметили. Каким образом человек будет есть? Представьте себе, что у него нет аппетита. Или по какой-то причине еда не доставляет ему никакого удовольствия. Даже если он голод. Или представьте себе, что то, что невозможно представить, тому, кто это не испытывает, предположим, что мужчина принимает определенные лекарства, которые понижают ему мужской гормон. Я уже не говорю, там какая-то механическая травма. Ему говорят, женись, вот смотри, смотри, красавица. Он смотрит на нее, как красавица, противны все женщины. Вообще не понимает, причем тут вообще как-то связь между мужем и женой может осуществляться. Просто внутренне нет в этом. Что делает творец для того, чтобы сохранить жизнь самому себе и продолжить род? Он дает эти действия, чтобы был сопутствующий побочный эффект. Какое удовольствие? То есть то, что связано с жизнью, обратите внимание, продолжение своей жизни и продолжение жизни во всех поколениях связано с удовольствием. Покушать вдруг выясняется, хорошо, поел, вот вкусно, да, вот что-то такое. А-а-а, вкусно. Устал, лег, отдохнул. А-а-а, приятно. Уединился со своей женой. А-а-а, в каком удовольствии вообще это считается вершиной. Нет большего удовольствия в мире, чем это. То есть это то, что человека ждет в грядущем мире. Просто чтобы мы знали приблизительно, что человек ждет в грядущем мире, это приблизительно то, что есть между мужем и женой. А что еще больше надо? Человек вдруг почувствовал удовольствие. Что он решил сделать? Он решил, что можно использовать удовольствие без самого, без самой цели. То есть, когда мама для того, чтобы накормить ребенка здоровой пищей, а этот ребенок, он дергается, так сказать, брыкается, не хочет этого куска хлеба, что она делает? Она ему раз, и намазала ему это то ли медом, то ли шоколадом. Ребенок что сделает? Съест хлеб из-за того, что там есть шоколад. Так и нам дается то, что нам необходимо, и нам это намазали шоколадом. Теперь, что сделал тот самый ребенок? Ну, догадываетесь? Слезал весь шоколад и тихо, спокойно выбросил хлеб в урну. Что сделало человечество? Вау! Она хочет получить удовольствие без здоровой еды. А вкусно, чтобы было? О, вот это да. Должно быть вкусно. Джангфун. Мы там добавим всяких разных химикалей, вот такие, чтобы они называются, хомрей там в эрех, как называется. Пищевые добавки. Пищевые добавки. Да, да, не надо там, там вот, нефть плюс пищевые добавки, пожалуйста, нормально. А про то, что превратили отношения между мужем и женой, ну, вы сами лучше в этом разбирайтесь. В наше время вообще все это превратилось в случки. То есть, если раньше какая-то еще романтика была, что-то хоть какие-то там, кто-то кого-то добивался, какие-то отношения душевные были, сейчас все это с появлением интернета и этих всех этих, это просто случаи, которые, то есть, все слезать, то есть, удовольствие, а вот все остальное выбросить. Child free. Не хотят даже, не хотят ни детей, даже собак не хотят уже иметь. Теперь. Для чего все это было сказано? Тут есть проблема. Тот факт, что необходимо было дать человеку удовольствие, чтобы он продолжил свою жизнь и свой род. это вызов сам по себе. Потому что, видите, есть опасность того, что мы описали, что он что сделает. Он захочет использовать удовольствие само по себе, как самоцель, в то время как оно в мире существует как средство. Детерара, дурное побуждение человека, это его основная работа, превратить второстепенное на главное, главное второстепенное. удовольствие это всего лишь средство, а человек превратил это в самоцель. И тогда что? Когда это побуждение, то есть, то, что мы говорим, у человека берет верх над его разумом, а хочу, и разум при этом он теряет, душа его устремится за ним, а оно склоняет человека к таким вещам, которые приведут к утере смысла, и тогда что? Все, ужас какой-то. И душа страдает, и тело разрушается, и тогда что? Вот тогда он сам вдруг начинает понимать, на каком-то этапе, эй, что я наделал? Тогда появляется нужда в самоограничении, вещах, доставляющих ему наслаждение и комфорт. Он-то бежит за этим только, но вдруг он сам понимает, а что делать? Нужно поставить тут границу. Для того, чтобы, для того, для того, чтобы ступить им на диктуемом разумом средний путь, соответствующим здоровым обычаям этого мира, в питании, например. И поскольку человеческий род нуждается в отрешенности, теперь он переходит к другой мысли, а как это может осуществиться? Идея, надеюсь, она была проста, всем ясна, тут ничего нового не сказали. Он говорит так. Поскольку человеческий род нуждается в отрешенности, то есть в самоограничении общего вида, которое дает ему возможность существования в этом мире, тем, что приписывает, брать из него лишь полезное, то есть нужда в том, чтобы были люди совершенно отрешенные, полностью освобожденные от дела этого мира, у которых учились бы все категории людей, каждый по мере нужды своей, в соответствии с обычами и качествами своими. Но не может быть пользы в том, чтобы все вели себя в этом так же, как те особые люди, ибо это привело бы к тому, что дела нашего мира были бы запущены и прокурсили бы люди оставлять потомство. Видите, что он говорит? Он говорит, а как вообще это может осуществиться? Более того, и здравый смысл может подсказать нам, что тут нужно, знаете, иди, знай, где проходит граница своих этих удовольствий, которые меня же и разрушают. Так может быть, я себя вообще удушу, как многие говорят. Не надо. Видите? Не требуется. Но зато требуется, чтобы у человечества были представители, которые бы являлись примером этом, иначе никто бы это не осуществлял. Всегда должно быть кто-то, кто является как бы близок к идеалу, на него должны равняться и знать, в какое направление идти. Так и тут. Он говорит, что в не всяком сравнении должны быть люди отрешенные. То есть мы вот, начиная понимать, почему слово отрешенность, она употребляется. Потому что действительно речь идет о отрешенности, если не полной, то большинство удовольствий, которые мы можете представить. Дальше это мы разберем поподробнее. Такие люди, как их называют? Отчельники. Или назовем люди, которые, знаю, живут в горах или в пустыне. Люди, которые освобождены от дела этого мира. Они должны быть, чтобы быть примером всем остальным. А с другой стороны, он говорит, если все люди станут такими, то кто будет вообще заниматься этим миром? Кто будет продолжать род? Тоже нехорошо. Значит, это должны быть какие люди? И отдельные личности. Ведь отрешенность одна из основ существования мира. И потребность в ней и у людей такая же, как потребность в прочих сферах познания и ремеслах, в каждой из которых специализируется лишь одна группа людей, так, чтобы другие пользовались этим, чтобы каждая из прочих групп брала у них по потребностям своим в пределах разумного. И не было бы миру пользы в том, чтобы все люди специализировались в одном сфере познания, и в одном ремесле, ибо для достижения порядка и гармонии в мире требуются все они. Да, тут про то же Яфе, какая простая мысль. Точно так же, как в мире, мы видим, что есть дифференциация самым чудесным образом, кстати говоря. Не все хотят быть врачами, предположим. Представляете ситуацию? Все, как они, хотят быть врачами. Кого бы они бы лечили бы. Все, как один инженер. Мы видим, что андре отдела. А где водители такси, а где, я знаю, это там строители, а где... И мы видим, как-то все распределяется в этом мире. То есть не может такого быть, чтобы одна группа, чтобы все занимались одной видной деятельностью. Нет, все разбито по группам, каждый занимается другая, одна дает другое, то, что не хватает. Так и тут. Не все должны быть отрешенными. А кто? Должна быть группа определенных людей, отрешенных, они как бы будут менторами темы, которые бы являлись бы примером для всех остальных. И всего сказано выше, уже ясно, что такое отрешенность общая для всех людей, и их нужда в этом мире для устройства своих дел. Я думаю, тут он говорит ясно и понятно. Это всем должны ясно и понятно. Есть отрешенность в мире, она оправдана. И благодаря тому, что она существует, есть эти отшельники, есть отрешенные люди, есть пример поведения какого-то особенного, которые люди, которые накладывают на ограничения у себя в потребности этого мира, они влияют на всех остальных вокруг. Это принято в мире, ясно и понятно. Теперь он переходит к... А что с еврейской точки зрения, что называется отрешенность? Тут он говорит мнение мудрецов разделились. Некоторые утверждали, что она предполагает отрешенность. Что человек оставляет все, что отвлекает его от Бога. Вау! Представляете? Все, что меня отвлечет на секунду от Бога, все, это уже... Отрешенность это уровень. Другие говорят, что она означает отвращение к этому миру и подавление вожделений. Были и такие. Третьи говорят, что отрешенность это покой души и воздержание от всяких мыслей о наслаждении и удобстве. Все это еще останавливается на уровне мысли. четвертые определяет ее как уверенность в Богу. То есть, у кого есть бетахон, бакадош, браху, уверенность, это является уже отрешенностью. Пятые говорят, что она означает необходимость удовлетворяться с самым малым, прикрывать тело, утолять голод и питаться от вращения к остальному. Шестые говорят, это необходимость оставить любовь к сотворенным и полюбить одиночеству. Седьмые говорят, отрешенность это благодарность за добро и готовность перенести испытания. Восьмые говорят, что это воздержание от всякого покоя и телесных наслаждений. За исключением того, без чего человеку невозможно обойтись по природе его и отказ от всего остального. И это последнее определение, наиболее правильное в отношении отрешенности, которое нас учит Тора, в сравнении с прочими приведенными вышеопределениями. То есть, все, что мы привели, это были мысли наших мудрецов, так как каждый из них пытался сформулировать основы служения Всевышнему, и одна из них это отрешенность, то что именно подразумевается под этими словами? Каждый выучил что-то другое. Естественно, что, как мы дальше поймем, все эти примеры, которые были приведены, как и в общей отрешенности, речь идет о избранных, те, которые как бы должны являться примером для всех остальных. Но вот восьмое определение, которое тут сказано, он говорит, нет, 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 вот это оно наше. То, что находится в Торе, как описано в Торе слово отрешенность, и что подразумевается под ней, это восьмое определение. Но его повторим. Воздержание от всякого покоя и телесных наслаждений за исключение того, без чего человеку невозможно обойтись по природе его. У природы то у разных людей разные. Есть люди такие небольшие, а есть большие, размерами ведь. У одного аппетит стремится к нулю, у другого к бесконечности. То есть он говорит, нам надо считаться с природой самого человека. То, что для одного человека будет являться ограничением, для второго это будет обжорством или наоборот. То, что людям Торы следует продерживаться от решенности объясняется замыслом Торы. Теперь он дает определение. Это то, что он как бы слышал, а сейчас он дает определение. Хочу только остановиться тут и снова напомнить нам. Мудрецы Торы не говорили об этих вещах. Никто до него не написал такую книгу. Надо помнить это. А были отрывки высказываний мудрецов по этому поводу, по этому поводу, по этому поводу. Рабейн Бахи в каком-то смысле был пионером в том, что он раскрыл в деталях, в подробности все детали служения Всевышнего. Из чего это все состоит. Определив заголовок, тему, он ее разбил на подтемы, вошел в каждую из них, снова разложил по пунктам, объяснил каждый из них. Это то, что мы учим. Поэтому когда он приводит все эти мнения, да, эти мнения были, тут так было сказано, но он что называется Ихрия, он установил. Отсюда и дальше мудрецы Торы, они ссылаются в основном на эту книгу. То есть мы сейчас встретим не один раз мысли, кто слушает много занятий, эти мысли уже вы где-то слышали. Источник вот тут. Вот он определяет, что имеется в виду с точки зрения еврейской под словом отрешенность. Определение, которое всем, надеюсь, ясно и понятно. Не все знают это. Людям Торы следует придерживаться отрешенности, которое объясняется замыслом Торы. Воцарить разум над всеми вожделениями души и дать ему силу обуздать их. Зео. Контроль. Разум должен контролировать тело. Должен контролировать эмоции. Должен контролировать воображение. Это все, что есть. Контроль разума. Это то, что Тора обязывает. Для чего он же дано тебе разум. И теперь это предложение в разных вариациях вы встречаете везде. человек должен быть Мелех. Он царь был. Почему царь? Разум должен быть царем над всеми частями тела. Над всеми частями тела. Мы накладываем тфилим на руку. Чтобы разум он а рука это символ всего телесного напротив сердца. Желание телесное которое есть. Чтобы был контроль разума над этим. Мы накладываем тфилим на голову. Точно так же у нас был контроль над своими мыслями, своим воображением. Ведь известно, что победа вожделения над разумом это начало всякого греха и причина всех дурных качеств. Что я человек? Это вечная борьба между чем? Разум и всеми остальными слепыми силами. А что за слепые силы? Все знают вожделения телесные, необузданные эмоции и фантазии. Банда. Все они объединены в одну группу и все воюют с одним несчастным под названием разум. А он не сильно силен. Мы с детства что развиваем? Развиваем свои фантазии, развиваем покушать, развиваем свои эмоции необузданные. Вообще без какого контроля разума. А что-то рано случится. Эй, сидите, учите Тору, развивайте свой разум. А что это нам даст? Что и нам даст? Как силы, разуму, способному контролировать эти необузданные желания телесные, необузданные эмоции и необузданные фантазии? Вот вам на одной ноге вся Тора. На одной ноге вся Тора. Все остальное это... А если все наоборот, вот эта банда, это слепая группа телесных эмоций, эмоции, телесные вожделения и фантазии, они берут контроль над разумом, то это начало всякого греха, любой глупости, любой проблем, всех конфликтов, которые есть. Мы сначала же делаем, а потом начинаем думать. Ой, что я наделал? Вот он. Видите, как это происходит? И наш народ склоняется к удовольствиям этого мира лишь после того, как он отходил от Торы. Действительно, он говорит, ну, видите, когда происходили все грехи? Тогда, когда наш народ отходил от Торы. И дурное побуждение соблазняло его оставлять заботу о будущем мире, мире спасения, заставляло его сойти из дороги отцов, и типа, которая означает удовлетворяться в этом мире необходимым, тем, без чего нельзя прожить. дурное побуждение прививает людям вкус красивой жизни и приумножению богатства, любовь к изысканному, чванства, и в конечном счете топит дни их в этой бездне. Тем самым, оно причиняет людям заботы и страдания, а и материальный мир властвует над ними, закупаривает им уши, застилает глаза, и вот уже нет среди них ни одного, кто не занимался бы исключительно своими удовольствиями в той мере, в которой он достигает их, или они встречаются ему на его пути. Дурное побуждение делается ему его торой, его религией, пока не уведет его окончательно от Бога. есть также и такие люди, которым не удается достичь удовольствия составляющих предмет их мечтаний, но душа их стремится к ним и живет ими, и те взывают о них днем и ночью. Видите, как все построено? Он говорит, смотрите, это тем, что вот это желание человека, эти вожделения человека победят разум, ну, слышишь, нехорошо, нехорошо, проблема. Это же не один раз, это же все время. Вся наша жизнь это вечное испытание, как мы говорим. Все время кто победит? То ли зрячий разум, то ли сообщество слепое нашего тела, эмоции и воображения? Кто победит? Это не одноразовый поединок, это постоянная борьба. Если мы проигрываем постоянно, а это, как правило, происходит, что мы развиваем? Вот эти слепое братство, которое ведет нас куда? В никуда. У них нет будущего этих слепых съедений. Все эти желания, завидую. А что ты завидуешь? Что вы спрашиваете? Я просто завидую. Нет ответа для чего, почему, что. Это чувство, тут нету разумности никакой. Это сейчас, нету будущего, это слепые, там дальше ничего нету. Кушать, я хочу кушать, почему? А потом поговорим, сначала съем, потом поговорим, а голодный. И дай мне помечтать, оставь меня в покое. я, я, это самое это что превращается? Он говорит, смотрите, когда, когда это уже проходят этапы привыкания, человек становится, этот, митмакер, становится зависим от этого, тогда он взял, он утопился во всем этом. Твернул без этого не может. Он просто без этого уже не может жить. И тогда что? Для него это превращается в его Тору. То есть, вот это идти по пути своего дурного побуждения, это его Тора, это его религия. Пока оно полностью не уведет от него, посмотрите, что вокруг происходит. Это точное описание, будет еще более точное описание, но это по большому счету, это то, что мы имеем вокруг себя. Люди делают один шаг, еще один, еще один шаг, постепенно, постепенно, их этот дурного побуждения полностью захватывает. Они уже не видят ничего, разум совершенно не... Вы говорите с людьми, то ли далекими от Торы, то ли которые приблизились к Торы, но они проиграли этот бой, и они начинают отдаляться. Вы говорите с нерациональными людьми, разум у них совершенно не работает, все наоборот. Ими полностью властвуют эти эти силы, эти слепые силы. Это то, что может произойти, если только не будет у нас меры отрешенности, то есть, если мы не осведомлены, что есть отрешенность, то есть, необходимость ограничения себя, в чем она состоит? Воцарение разума над всеми вожделениями души и обуздание всех этих сил своих слепых, если мы это не знаем, не боремся, мы неизбежно все проиграем, всю жизнь проиграем. Вот сейчас он об этом говорит. Кто ввязывается во всем этом, не видать им блага на путях и в их, и остаются в убытке и в проигрыше. Ведь чем больше мы идем по пути соблазна, по пути удовлетворения своих вожделений, что это кажется нам вершиной, к чему мы хотим, тем больше мы не просто погрызаем в душу слепоты своей, мы наносим сами себе вред, как алкоголик наносит вред своего, какое удовольствие выпить и опохмелиться. Он не может выйти из этого. Наркоман, какой трип у него, он там, не знаю, куда-то пошел. Это же, какое удовольствие снова погрузиться в интернет, с этими целями. Но он же знает, что он там, там же уже пятый час уже не может выйти из этого. Это создают только одни проблемы, одни конфликты вокруг него. Души их мелки и выбор их плох. Мелкие души. Видите? Мелкие души. Точно определены. Душа помельчала. Мог быть таким, а она все сузилась, знаете, сам себя сузил, сузил, сузил. И душа мелкая стала. Уразуметь неспособность, что они меняют. Что они меняют и на что? И все более громкий зов привычек их и укоронившихся пустых и ущербных занятий, их не прекращает отвлекать их сердца все новыми, новыми запросами, утверждать в их сердце порожденными и увлечений. И чем более приближаются эти люди к удовольствиям этого мира, к удовольствиям этого мира, чем больше они удаляются от света истины, чем больше удаляются, отделяя себя от этого света, тем больше прилипаются к дурному прибуждению, к которому обращены их сердца. Это неизбежный процесс. То есть, чем больше человек, он находится во всем этом, тем больше ему это неизбежно. Называется, он каждый раз поднимается уровень потребностей. То есть, если раньше люди рассказывают, да, я в начале мультики смотрел, я показывал детям мультики, ну и сам тоже смотрел. Планку, планку каждый раз понимал. Ну, хорошо, приходит пресещение, насытились, а теперь что, планку надо еще поднять, значит, надо показать еще какие-то фильмы, а потом еще какие-то, потом еще какие-то, а потом смотришь уже все открыто, уже не можешь от всего этого избавиться. неизбежно. Человек, он будет погружен в этом. И вот сгустились над ними тьма, где владели дела этого мира их сердцами, и понравилось им улучшать его, и они отстраивают его, разрушая свой разум. Пока не стали они считать свои дурные пути путями добра, а заблуждения свои путями истинными, и утвердили их над собой законами и нормой морали. Это написано историей, Раши об этом написывает. Как есть процесс, процесс, совершенно неизбежно. То есть отход от разумности, попадание во власть своих дурного побуждения, привыкание к этому. Отсюда и дальше каждый раз планку этих наслаждений нужно поднимать, и тогда что? Это еще не про... Теперь нужно все это что сделать? оправдать. Теперь это уже не... Он понимает, что это... Он поменял главное на второстепенное. Второстепенное стало главным. Теперь нужно это что сделать? Узаконить. Как? Отсюда и дальше не Бог устанавливает, что есть этическая норма, а мы установим, что есть этическая норма. Таким образом, отойдя от разумности и попадая во власть своих этих вожделений, человек что хочет сделать? Вокруг них это забетонировать. Так, чтобы нельзя было не подходить. Вот это правильно. Почему? Вот так? Тогда получается, что видите, как написано? Пока не стали они считать свои дурные пути путями добра. А кто сказал, что такое хорошо, что такое плохо? Кто спросил? Кроха спросил. Он говорит, а я тебе скажу, кроха, что есть добро, что есть хорошо. Вот, например, украсть. Нормально. Главное, чтобы не споймали. Почему бы нет? Потому что, предположим, он живет в этом. ему, ему, особенно у государства. Помните, тогда это было нормой, это наоборот, главное, главное, чтобы не попасться было. Нормой. То есть, дурные пути путями добра. А заблуждение своими пустими истинами, да, это и, почему, что истинами. Мы так устанавливаем этические нормы. Человек устанавливает, что есть хорошо, что есть плохо. И тогда, что происходит? Вот смотрите, дальше идет классика. Это классический текст, который можно услышать в самых разных источниках. И оставили отцы пути эти в наследие сыновьям своим. И растили на том потомков своих. И заповедовали всему народу. И состязались в том между собой вельможи, их пока не утвердилось среди них дурное побуждение вполне. То есть вообще установили, узаконили всю эту глупость, все эти возделения в ранг закона. И наполнились дома их пустым и ненужным. И всякого рода вещи чуждые сделали для них обычными. Тогда как правильные пути стали для них странными и чуждыми, а обычаи избегать излишек представляют пренебрежительными обязанностями. Понимаете, что происходит? люди прекратили искать мудрость. Просто люди нигде нет уже этого. Не ищут мудрость. Вообще не интересует. А что интересует? что интересует людей? Вот поедем. Заработаем, да, поедем. И пошло, поехало, куда мы поедем отдыхать. Является ли это первое место, не знаю. Или пойдем погуляем, или сходим в ресторан, или пойдем посмотрим кино, или не знаю, уже непонятно даже, что это является. А пустое времяпровождение плюс шоппинг. Что это такое? Непереводимо. Оттуда откуда это началось, это уже это термин. Это его не нужно переводить. Шоппинг. Что такое? Это надо покупать все время. А тебе это нужно? Какая разница? Это же по дешевке. На распродажу. люди, у которых я знаю не живут. Я смотрю, они поехали на три дня в гостиницу дорогую куда-то. Что? Как вы? Вы же сказали, что у вас нет что покушать. Смотрите, на работе предложили по большой скидке этот трехдневный отпуск. По большой скидке. Но мы же не можем не взять. Большая скидка была. А голова работает вообще даже в голову не приходит о том, что мне это не нужно. Мне нужно вообще это не постоянно. Нужно удовольствие постоянно. Нужно этот шоппинг постоянно. Нужно покупать. Нужно не нужно. И чем больше мы в этом, тем больше и хочется этого. Нужно снова поменять обстановку. в доме надо поменять это надо сделать это надо поменять машину надо сделать все ее голова только во всем этом. Люди посмотрят на это теперь представьте услышат кто-то наше занятие чего так это есть сама жизнь а что еще как один сказал чтобы в доме было сказал а что еще нужно Рухашем говорит видите забит холодильник исправно работает телевизор еще а что еще нужно в голову не приходит что есть еще что и тогда что теперь вот это надо тут заучить знаете в Советском Союзе помните были на уроках заставляли детей заучивать классические места из классики целые предложения заучивать наизусть это нужно заучить наизусть дальше тут тоже очень цитируемое место из Хвата Львот и делает каждый из них то что как он видит делает ближний его тот кто берет от мира лишь по потребности своей зовется у них лентяем тот кто уклоняется от умножения имущества неудачник довольствующийся тем сколько нужно ему чтобы прожить слабак а порабощенный делатом этого мира усердный прилежный это 850 лет назад это не сейчас кто учит Тору ну паразит видите все поменялось в голове человек учит мудрости паразит что сидишь давай иди работай а ты сам работаешь нет я же не учил Тору значит я нормально но ты работаешь пока не работаю уже четвертый год не работаю но вроде так сказать он не паразит все в голове у нас все перевернулось в голове все 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 в голове все сверху а ну снова прощу смотрите как все как любят смеяться над праведник или еще какие-то слова есть какие-то как святоша ну как еще как только мракобес не мракобес мракобес это дополнительное по дополнительной статье проходим как только кто-то ведет себя скромно это невыносимо кто-то хочет себя что-то ограничить да ты что с ума сошел крыша поехала будь нормально как я что хочу то и делай стою на голове ты что не видишь стои только это тоже на голове снова давайте прощем тот кто берет от мира лишь по потребности своей то есть люди живут скромно ну за лентяй ведь еще тогда было называли его лентяй тот кто уклоняется от имущества покупает еще купит еще купит нет это неудачник поэтому он не покупает его называют таких неудачников довольствует за всем сколько нужно ему контроль нет слабый слабый а кто хороший о кто чего добивается кто ищет о серный прилежный они хвалятся успехами в делах этого мира еще гордятся ими объединяются ради них гневаются и примиряются ради удовольствия вот от еды о вот эта фраза знаменитая чрево свое богом своим сделали одежду сделали своей религией а украшение жилища с толпом морали своей и блуждают они в дебрях глупости суетятся в замкнутой петле духного лени обремененным грузом вожделения и при этом еще требуют награду положенные тем кто служит всевышнему тогда как дела их деяния приступающие волевые видят себя на ступенях праведности тогда как путь их ой путь нечистил вай 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 делают это то что у нас как это называется у нас есть это слова обжорство уже вы слышали слово обжорство а что есть дегустация шведский стол есть что только кулинария кондитут я не знаю придумали нету 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 проблем из всего сделали идола из всего сделали идола из одежды сделали идола сделали одежды из еды из всего украшения дома и блуждают они как сказал видите еще при этом что хотят все сделали наоборот но когда дело доходит до том как получить в конце жизни какое-то знаете особое отношение они хотят уже вот быть как люди эти которые прожили всю жизнь в ограничениях чтобы и это тоже получить знаете чтобы еще обо них сказали в конце жизни чтобы они там занимались все время обжорством вечным а в конце чтобы сказали о какой он был скромный он был преодолел то есть все правильные слова чтобы о нем тоже сказали и тогда что и тогда и когда дурное побуждение привело многих людей тора к тому о чем мы здесь говорили возникла необходимость противостоять ему на путях особой отрешенности о которой мы говорили введение к этой части книги и придерживаться ее пока они не возвращат их на верную дорогу если пойдет так как мы описали все это конец всему нету человека нету человека который тем более нету человечества это путь к самоуничтожению сколько заметим кто-то мне прислал исследование помни говорили упоминали или нет с мышами мыши дали группу взяли контрольную группу мышей создали все самые идеальные условия и на каком-то дали возможность размножаться и вся еда была вдоволь все условия климатические какие угодно им не надо ни о чем это назывался эксперимент по-моему если я не ошибаюсь 23 или 26 как о где-то так что оказалось оказалось что на каком-то помогите мне на каком-то из поколений они все вымерли они не захотели больше размножаться им так было хорошо что просто не надо было не бороться за самку не бороться за еду все было вдоль все это они стали такими как бы эгоистами которые каждый за себя а в конечном итоге они вымерли вначале размножались много а потом меньше 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 вымерли почему назвали это как вы сказали еще раз сколько 22 почему 22 этот эксперимент проделывали 22 раза 22 раза происходило одно и то же тот же результат они вымирали никто не мог поверить что делать так много бедные мыши они все происходило видите это дать человеку все это просто умереть это только дело времени когда это все само себя прикончить поэтому что говорит он нужно сделать противоядие нужно противостояние нужно преодолеть нужно ограничить себя во всем этом как самому никто не другой нет сам человек должен это сделать как с точки зрения торы и вот он говорит это только мы начинаем с этой точки зрения было бы правильным чтобы среди людей торы тоже были отдельные люди которые являлись для других образцом своей отрешенности принимая на себя условия да помните как мы сказали не все должны этим заниматься отдельные личности так и тут и в еврейской среде точно так же должны быть кто отдельные люди они должны быть кем образцом они приносили бы этим пользу остальным людям торы души и характеры которых под влиянием дурного побуждения подвержены животным вожделением мы видим люди разные сильно подвержены эти немногие избранные они должны исцелять веру и души приносить им извлечение приносить им извлечение в час когда они отдаляются от добрых качеств склоняясь к вещам приводящих рано или поздно к воспитанию в них качеств дурных в час когда дурное побуждение одолевает разум в час когда излишество этого мира вера отвлекает людей от вещей крайне необходимых для укрепления веры то есть другими словами как только человек отходит от разумной жизни посмотрев по сторонам и зная вот а вот там живет праведник вот там живет мой образец сравнивая себя с ним это вы должны остановить дать ему силу ограничить свои вожделения и если придет к ним этим избранным человек с проблемами веры или мучимый сомнениями то они поторопятся дать ему исцеление своей истинной мудростью если же придет кто-то кто бежит от служения Богу они то есть убегают они вернут его к нему и сообщат ему уверенность успеха его служения придет обремененный грехами поручится ему в том что Бог простит ему если они только вернутся к нему и так далее целый список что они могут сделать что праведник может сделать и они подобны в этом миру солнцу которое рассылает свет свой по всему миру верхнюю часть его верхнюю часть его и нижнюю ибо оно освещает и то что выше его и то что ниже его звезды и сферы небесные точно так же те люди избранные о которых я говорил они необходимы в этом мире ну кто о ком речь идет речь идет о наших праведниках путем отрешенности следовали пророки и благочестивые люди которые хасидин их называли хасидин не имеется ввиду как хасиду цвечаса когда-то было понятие как учили в книге Силат и Шарим понятие цадик хасид праведник и благочестивый и благочестивый тут речь идет о примере образец для победения отреченности это наши пророки и благочестивые люди во всех предшествиях поколения как говорится об этом в книге то есть те которые описаны в Торе описаны у пророков и описаны во всех во всех так сказать книгах во всех поколениях речь идет естественно не о пророках но во всех поколениях были благочестивые люди которые были примером для каждого из нас включая наше поколение и дальше будет разнесено все остальное, что касается качества отрешенности, и мы только находимся в самом начале разбора этой темы. Тут остановимся, всего доброго, привет из Иерусалима.